Приветствую вас, я думаю, что ответом на первый вопрос будет да, свободный мужчина, стартуясь со свободной женщиной, как правило, всегда рассчитывает на интимную близость, за редким исключением, когда человек это делает просто ради досуга, если у него никого нет. То есть он может быть свободен, но у него при этом может быть какой-то партнер все равно на примете. Это такой вопрос вероятности, вероятность 90-20%, скажем так. Как часто флирсует мужчина только ради флирта, то есть этого заходить не собирается. Как часто, то есть опять же, вам какую-то вероятность привести, какой-то процент. Существуют мужчины, которые объективно в себе очень не уверены. Существуют мужчины, которые не уверены в себе в плане секса. И такие мужчины флиртовать будут только ради флирта. Вот. Как женщина поняла, что мужчина хочет большего, чем просто флирта? Очень просто поступки. У такого мужчины всегда есть поступки, а не просто слова. Если у мужчины просто слова, то это значит, что в лерс ради лерса. Ну или по крайней мере делать сам он ничего не хочет. А что до зелёного света, то просто отмечать заимностью, например. То есть он вас поцеловал, вы его поцеловали, он прикоснулся, вы прикоснулись, он погладил, вы погладили. Как-то так. Соответственно, вот, как бы, такой момент. Всё, больше на самом деле сказать нечего. Другое дело, что вы не уверены в себе, другое дело, что вы сомневаетесь в мужчинах и хотите, вот, как-то удостовериться в том, что, ну, в том, что, вероятно, всё хорошо, да? Ну, это, да, это другой вопрос, это другой вопрос, что вы, если вы в себе не уверены, вот, понимаете? То есть если вы в чём-то сомневаетесь в себе, если вы чего-то боитесь, да, и так далее. То есть очень важно нам, Елена, понять контекст, в каком вот контексте вы задаёте свой вопрос, то есть для чего вы задаёте свой вопрос, что вы хотите узнать, что вы хотите понять. Ведь вы же сами, наверное, даёте себе отчёт в том, что это абсолютно, ну, абсолютно непредсказуемая, скажем так, история, непредсказуемая ситуация. Да, совершенно нельзя предугадать и предсказать, значит, как мужчина, как и для чего мужчина, ну, делает то или иное. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что здесь скроется что-то другое. Возможно, есть страх потерять отношения у вас, возможно. Возможно, вы боитесь боли, возможно, вы боитесь, что вас оттолкнут, вы тяжело это воспринимаете. Возможно, вы недостаточно сильно полагаетесь, к примеру, на себя в тех же отношениях. Вот. В этом случае, конечно, с этим нужно разбираться. Уже непосредственно. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.